Всем привет, друзья! Сегодня покажу реально новый способ, как можно очистить легко 5 гигабайт памяти, а то и больше, от реально бесполезных файлов на телефоне. Не удаляются ни фотографии, ни музыка, ни видео, игры и приложения, всё останется на месте, так что не переживайте. Эти файлы спрятаны довольно хорошо, плюс скрыты системой, но мы их легко удалим. Я всё подробно расскажу, так что наберитесь терпения и досмотрите ролик до конца, потому что я буду делать несколько действий для очистки. Они связаны между собой, смотрите, ничего не пропустите. Ну и конечно же авансом, лайк и подписка, если не жалко. Эти файлы реально не только занимают бесполезно вашу память, но и тормозят частично ваш смартфон, потому что файлов собирается достаточно много, и Android по мере засорения начинает думать немного медленнее, потому что ему нужно тратить дополнительные ресурсы на обработку всякого мусора на телефоне. И если вы часто качаете игры, всякие приложения, даже просто если скачали, посмотрели, не понравилось, удалили, то от этого приложения остаётся куча мелких файлов. А ещё если замечали, что сейчас практически в каждом приложении выскакивает куча рекламы, которая в конечном итоге сохраняется у нас в скрытом разделе, до какого нет даже доступа. В общем, смотрим, я сейчас покажу что-то интересное. Воспользуемся нашим стандартным проводником, обычно он выглядит в виде жёлтой папки, также может называться диспетчером файлов. Заходим, нажимаем на нашу память, флешки у меня нету, телефон у меня на 32 гигабайта. И здесь мы видим, что занято у меня 68% памяти. Доступно 8,44 гигабайта из 26,15. И здесь у нас расписано, что сколько занимает место. Фото, видео, архивы, музыка, документы, АПК занимают мало памяти. А вот пункт прочие весит 17,45 гигабайта. И что самое интересное, кроме того, что он закрыт к использованию, мы не можем на него зайти. Так ещё в придачу мы даже не знаем, что в этой памяти находится. И сейчас дальше я вам всё покажу, как почистить эту скрытую папку. И как раз таки в ней накапливается рекламная информация. Всяческие спам ролики, кэш, временные файлы и то, что не смог распознать по форматам ваш телефон. И также попадают сюда отчёты об ошибках. В общем, одним словом, реальный мусор. И здесь в ней находится фото, видео или музыка. Так что вы их не удалите. Это отдельный раздел, который не касается важных данных. Так что проверяйте у себя этот раздел. Если не сложно, напишите в комментариях, сколько памяти занимает он у вас. Давайте нажмём очистить и попробуем сделать очистку стандартной программой. И посмотрим, сколько места мы сможем освободить. И как мы видим, всего-навсего 70 мегабайт. То есть эти файлы даже не определяет стандартная программа. Потому вы не сможете почистить нормально ваш телефон стандартными вшитыми приложениями. Это только очень поверхностная очистка, которая, как по мне, бесполезная. Итак, поехали дальше. Давайте зайдём в мою галерею, чтобы посмотреть, что у меня есть там фото и картинки. И в конце видео, после очистки, мы зайдём и перепроверим, удалилось ли у нас что-то или нет. И ещё раз заходим в наш диспетчер файлов, смотрим нашу память. Доступно 8,44 гигабайта. Запоминаем и по мере очистки будем заходить, смотреть. Для очистки нам понадобится немножко другая программа, которая будет видеть наши все файлы. Её можно скачать в нашем плеймаркете, она бесплатная. Заходим и пишем в строке поиска анализатор дисков. И вот нам находит такую программу. У кого не получается найти, перепишите название полностью. Также можете найти её по значку. Нажимаем установить и ждём, пока программа скачается и установится. Дальше закрываем всё, что нам не нужно. И ищем нашу программу на рабочем столе. Вот она у нас здесь, называется диски. Запускаем её. Здесь даём разрешение к нашим данным на телефоне. И сейчас у нас идёт сканирование всех данных на телефоне. Немного нужно подождать. Итак, нашло 4378 файла. Дальше листаем немного в левую сторону до самого конца. Ищем подраздел категория файлов. И вот наша папка прочие. Здесь она показывает очень много файлов. И большие, и маленькие файлы. Куча папок с неизвестными названиями. В принципе, здесь можно удалить всё подряд. Я уже чистил таким способом неоднократно. Всё было отлично. Единственное, здесь есть папка OBB. Если вы играете в игры, и вам нужны данные игр, то её не удаляйте. Можете, в принципе, полазить по папкам и файлам. И самостоятельно удалить файлы, которые вам нужны. Как мы видим, тут некоторые файлы вообще с непонятными иероглифами. Видимо, системные ошибки. Сформированные в большие файлы. И теперь весят по 500 мегабайт. Но не спешите сейчас лететь всё удалять. Мы будем чистку проводить совсем по-другому. Потому смотрим внимательно дальше. Здесь есть в программе быстрый поиск. Переходим сюда. И нажимаем на значок поиска. Здесь вводим слово на английской раскладке BLOB. Можете поставить на паузу и записать. Это как раз-таки большие временные файлы. Которые не нужны на телефоне. Допустим, что вы понимали, всяческий мусор накапливается вначале просто мелкими файлами. И когда их встаёт, допустим, где-то около 10 тысяч, то чтобы андроиду было легче обрабатывать всё это, он их объединяет в один большой файл. И получается BLOB файл. У кого сильно много мусора, то будут такие файлы. Так что проверяйте и удаляйте. Нажимаем поиск. И как вы видите, у нас нашло очень много файлов. Даже не только большие есть, и поменьше размером. Здесь дублирующие миниатюры картинок. Попали сюда ещё кучу непонятных файлов. В общем, это всё спокойно можно удалять. Нам нужно зажать пальцем на любом файле. Выделить его. Потом здесь нажать «Выбрать всё». И нажимаем «Удалить». Здесь нам выдаст все ваши файлы, которые вы будете удалять. Просто подтверждаете «Ок». И это ещё не всё. Так что не спешите. Давайте зайдём в нашу память и смотрим, сколько мы освободили. Доступно 10.87, а было 8.44. Освободили 2.43 гигабайта. Идём дальше. Заходим снова в нашу программу. И здесь в поиске пишем слово «Cache». Также поставьте на паузу и перепишите правильно, чтобы не удалить важные данные. Это всё временные ненужные данные, только мелкого типа. Их может быть реально очень много. И вот нам нашло куча файлов, можете полистать. Это как раз-таки тоже мусор из папки «Прочие». Точно так же берём, выделяем любой один из файлов и нажимаем «Выбрать всё». Появляется вот такое окно для подтверждения. Нажимаем «Ок» и идёт очистка. Дальше давайте снова зайдём в нашу память. И как мы видим, уже освободилось 12.53. То есть освободили реально кучу ненужного мусора. Теперь зайдём, проверим нашу галерею. Как вы видите, все фотки и картинки остались на месте. У меня также есть и видео в альбомах. Все они остались, ничего не удалилось. И давайте зайдём в нашу программу и посмотрим на нашу папку «Прочие». И мы видим, что она сейчас всего-навсего 763 мегабайт. А до этого занимала кучу места. Так что вот такая реально классная очистка телефона или смартфона. Можно почистить планшет. В принципе, любой телефон или гаджет, где установлен Android. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии и ставьте лайки. Всем до новых встреч!